Январские каникулы подошли к концу. 2020 год подарил челябинцам целых 10 выходных, когда всей семьёй можно было гулять, кататься на коньках, лыжах, сноуборде и наслаждаться атмосферой всеобщего праздника. С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2022 годом! Семейные снимки, которые выкладывает на свои страницы в Инстаграм губернатор Челябинской области Алексей Текслер, всегда собирают тысячи лайков. Собственно, как и эта фотография. Глава региона отправился вместе со своими близкими покорять горные вершины Магнитогорска. Новогодние каникулы – редкая возможность побыть с семьёй. Праздничные дни мы традиционно проводим активно на горнолыжных склонах Южного Урала. Немного волновался за Мишу, он почти год не стоял на лыжах, но волновался зря, держится уверенно. А на этих кадрах сын губернатора Михаил демонстрирует свои навыки катания на горных лыжах. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь опубликовал на своей странице в Фейсбук умиляющее фото вместе с дочерью. Несколько дней в Кусе, чтобы окончательно перезагрузиться. Всё было здорово. И компания, и свежий снег, и место чудесное. В следующем сезоне будем приобщать дочь. По-настоящему порадовал болельщика в новогодние праздники хоккейный клуб «Трактор». «Чёрно-белые» одержали победу над «Кунь-Лунь-Редстаром» в подбасковных мтищах. Не скучал на каникулах и Челябинский зоопарк. Папу Кайжора все праздники принимал новогодние поздравления, а открытку от нашего телеканала облюбовал до такой степени, что решил съесть. Все страдания выдран под хвост, пишет на своей страничке в Инстаграм «Челябинский зоопарк». Всеобщие любимцы Ваня и Маня наматывали круги по вольеру, но непонятно, то ли это утренняя пробежка после оливьей бутербродов с икрой, то ли демонстрирует посетителям свою новую программу. А так отдыхали сотрудники телеканала «Урал-1». Иван Наконечный развлекался со своим звездным котиком, который набирает тысячи просмотров в социальных сетях. Наталье Ишмухаметовой удалось в новогоднюю ночь сфотографироваться лично с президентом России Владимиром Путиным. А вот кто уж точно любит работать в выходные, то это наш корреспондент Наталья Кудряшова. Свой новогодний уикенд она провела на съемках на побережье Шершней вместе с сотрудниками МЧС. Владимир Лосгин в своих постах всегда мотивирует подписчиков на успех и удачу, публикует фото в инстаграм-аккаунте в рождественскую ночь. А Екатерина Назарова устроила настоящую ночь гаданий и даже опубликовала подробную инструкцию. Хотела спросить у вас, кто какие подарки получил на Новый год. Даже вот фотку сделала. Но у нас сегодня с девочками предстоит ночь гаданий. Рождество ведь. Не могу промолчать. Впрочем, выходить на работу после праздничных дней бывает настолько трудно, что психологи говорят о постпраздничном синдроме или постпраздничной депрессии. Ведущий программы «Городские новости» Вячеслав Ватути, настроенный на трудовые будни, передает привет подписчикам социальных сетей телеканала «Урал-1». Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Теперь лишь остается вести себя хорошо, чтобы на следующий год Дед Мороз принес подарки. Владимир Лосгин, «Урал-1». Владимир Лосгин, «Урал-1».